Б какого постановления оставляет завещание плоду, которое в очереве женщины? И говорит, что касается оставляет завещание плоду, которое в очереве, то это завещание является действительным. Мы не знаем об этом никакого разногласия, и это мнение Суфьяна Ас-Саури, а также Имама Шафии, а также Исхак Табы Саура и Ханафитов. Это потому, что Васия, то есть завещание, подобно в постановлениях наследству, в том смысле, что и то, и это является переходом имущества от одного человека к другому после смерти первого. Говорит здесь то же самое, то есть происходит переход имущества от одного человека к тому, кому переходит это завещание, без всякой взаимной платы, и так же, как имущество переходит к наследникам. А плод, как известно, может наследовать, поэтому завещание ему также является действительным. Более того, завещание более широкое понятие, нежели наследство. Так что завещание может быть отдано даже тому, кто противоречит тебе в религии. То есть может быть написано завещание, например, родителю или каким-то родственникам, которые являются неверующими. Может быть, говорит. То же самое рабу. Рабу может быть оставлено завещание, в отличие от наследства. Говорит, в итоге, если этот плод родится мертвым, то это завещание становится недействительным. Потому что мертвый ребенок, который родился мертвым, не способен наследовать. То же самое, значит, не способен перенять завещание. А также, раз он родился мертвым, то у нас получается сомнение, был ли он вообще живым на момент написания вусыя, то есть завещания. Поэтому не утверждается завещание, а также наследство, без шаг, на основании сомнения. Если же она, то есть эта женщина, родит этого ребенка здоровым, то это завещание является действительным. Если мы вынесем постановление о том, что этот ребенок был, то есть беременность уже была на время написания завещания. Говорит, как это определить, был он имеющимся на момент написания завещания или нет, то есть беременность уже была или нет. Говорит тем, что она должна родить менее чем через 6 месяцев. Если она родит менее чем через 6 месяцев, то есть через 3 месяца, через 4, через 5 после написания завещания, значит беременность была на момент завещания и его написания. Говорит, а у Аксара едан артакон хирашен лисы ед аузоч, интагрит асарур. Или даже если она родит более чем через 6 месяцев, если у нее нет ни хозяина, ни мужа. На этом закончились слова Ирмакудата. Значит, что у нас получилось, правильное мнение в этом вопросе? То, что хамы, то есть плод, наследует и, соответственно, также может принять завещание. То есть завещание ему является действительным. Далее. Следующий вопрос. Если человек оставил завещание плоду, которое еще появится, говорит, это завещание плоду, которым забеременеет такая-то женщина. Говорит, мазабуль ханабилю ваджима мина шафи'и адаму сахати залика. Первое мнение в этом вопросе это мазаб ханабилитов, а также целая группа шафи'итов, которые сказали, что это не является действительным. Ля на васия лимаадум ля ямлик. Потому что это завещание отсутствующему человеку, а отсутствующий не способен владеть. А некоторые из шапиитов сказали, что даже такое завещание является действительным. Говорит, но правильным является мнение первое. То есть не оставляется завещание тому, кого нет, кого не существует на данный момент. Следующий вопрос. Передается им на двоих, то есть пополам. Потому что в данном случае завещание подобно чему? Подарку. Это похоже на то, как если бы он подарил им что-либо уже после того, как они родились. Говорит Кальвах. И даже если бы он указал, что мальчику в два раза больше, чем девочке, если они родятся вдвоем в качестве плода, то мальчику в два раза больше, чем девочке так и будет. То есть как он сказал, завещание притворяется в жизни. Оин Таль, если же он скажет, это первый пункт, зачем был. Какой? Если человек говорит это завещание к плоду женщины. Или говорит тому, что в животе женщины. В итоге родилось двое, мальчики и девушки. Как они получают это завещание? На двоих. Поровно на двоих. Говорит. Если же он скажет, то есть человек, который оставляет завещание. Если же он скажет, если в животе этой женщины мальчик, то ему в качестве завещания два динара. Если в животе этой женщины девочка, то ей в качестве завещания один динар. И потом она родила и мальчика, и девочку. Говорит, что в этом случае каждому из этих детей достается то, на что было направлено завещание. Мальчику два динара, девочке один динар. Потому что условия, которые он поставил, существуют. А если родится один из них, только мальчик или только девочка, то он получает свое завещание. Мальчик получает два динара, а если родится девочка, то получает один динар. Говорит. Если же он скажет, если же он скажет, то есть то, что у нее в животе мальчик, то ему динар. А если то, что у нее в животе девочка, тогда ей один динар. В этом случае, если родится один из них, то есть или мальчик или девочка, то он получает свое завещание. То есть либо два динара, либо один. А если родит и мальчика, и девочка одновременно, то есть вместе, то нет им двоим ничего. Имеется ввиду, родится в процессе родов и мальчик, и девочка. Тогда, говорит, им ничего не достается. Потому что, говорит, один из них не является полноценным плодом. То есть, как он сказал, сказал, если ее плод или есть ли ее беременность, это мальчик, тогда ему два динара. Если ее беременность, это девочка, тогда ей один динар. Так здесь, говорит, ее беременность не мальчик и не девочка. А что? И мальчик, и девочка вместе. При этом в данном случае ни один из них не получает ничего. Потому что каждый по отдельности, то есть мальчик или девочка, не является полноценной беременностью, полноценным тем, что в животе. И это мнение ханафитов, а также шафиитов, а также абусора. Нам здесь необходимо к чему возвращаться? Здесь необходимо возвращаться к обычаям людей и к тому, что имел в виду человек, его намерению, а не к тому, что он высказал явно словами. Потому что человек, возможно, имеет слова одно, а в своем намерении или в своем сердце имеет что-либо другое. Значит, что у нас получилось? То, что если человек оставляет завещание плоду и высказывает это различными фразами, то мы смотрим в основе своей на эти фразы. Если эта фраза понятна, никаких ахтималатов, то есть никаких предположений там быть не может, то отдаем так, как оно есть по его словам. Если же можно понять это слово так, а понять это можно слова так же и так, тогда отдаётся в соответствии с тем, что соответствует обычаям. Если же обычая у людей нет, произнесение таких фраз, тогда уже смотрим на внешнее слово и что-либо отдаём, либо наоборот не отдаём. То есть здесь уже ничего не остаётся, кроме как следовать за его словами в этом завещании. Далее. Следующий вопрос. Если человек оставил в качестве завещания плоды дерева или аренную плату от дома, дом сдаётся в аренду, плату от него оставил такому-то. Или оставил прислуживание такого-то раба в качестве завещания. То есть что подруговаться под этим вопросом? Если человек не оставил в завещании само дерево, не оставил в завещании сам дом и самого раба, но оставил только полезные последствия от этих предметов. То есть дерево принадлежит кому? Дерево принадлежит наследникам. А плоды от этого дерева принадлежат, принадлежит вот этому, кому оставлено завещание. То же самое дом сам принадлежит наследникам, но арендная плата от него принадлежит тому, кому оставлено завещание. Раб сам принадлежит наследникам, но его прислуживание, то есть его работа, его труд принадлежит кому? Принадлежит вот этому, кому оставили завещание. Значит, получается, что этот вопрос такой, если человек оставил в качестве завещания монахи, то есть оставил полезные последствия, а не сами предметы. Мадаму Джимаун Сахатузалик. Говорит первое мнение в этом вопросе, это мнение большинства ученых, которые говорят, что это является действительным. При этом, говорит, без разницы, оставлено ли было завещание на эти полезные последствия на определенный срок. То есть, допустим, если человек скажет, плоды этого дерева тебе в качестве завещания в течение трех лет. Так, получается, что после смерти наследодателя три года те плоды, которые яблони дает, например, или финиковое дерево дает, человек берет себе. После трех лет все, эти плоды возвращаются кому? К наследникам. Дальше уже наследники будут брать эти плоды. И также, говорит, если он оставит в завещании все плоды этого дерева во все времена. То есть, не скажет на три года на год, но скажет на постоянной основе. Говорит, по лакоблю Малик, и это мнение имамы Малик, а также имамы Шахи, Ахмали, Исхак, Абуслора и Ханафит. То есть, это первое мнение в вопросе, то, что такое завещание является действительным. И второе мнение в этом вопросе, это мнение Ибн Абилейли, а также Ибн Хазма, а также Ибн Шугрумы, а также Ибн Абдадбарра. И ля аннау, ля хаси халвасия бин манха, ля анна мунтақиля лимиркель варис. Сказали то, что не является действительным оставлять в завещании какие-то полезные последствия. Потому что владение предметом переходит к наследникам. И нельзя давать в качестве завещания то, что появится в обладении чужих людей. Но большинство ученых заявили на это тем, или ответили на это тем, что разрешено тамлик, то есть завладеть полезными последствиями в процессе взаимновыгодного договора. То есть в процессе какого договора получается? В процессе договора аренды. То есть если ты снимешь в аренду дерево, ты пользуешься полезными последствиями этого дерева или нет? Ты пользуешься, несмотря на то, что дерево принадлежит кому? Его хозяину. То же самое дом. Снимаешь в аренду дом, пользуешься его полезными последствиями, вместе с тем, что дом сам принадлежит другим людям и тому подобное. Можно говорить такое сделать в качестве аренды? Можно. Соответственно, можно сделать и в качестве завещаний. Но большинство ученых, которые считают это завещание действительным, говорят то, чтобы полезные последствия предмета не выходили за треть всего имущества наследодателя. Если же они все-таки выходят за рамки третьего имущества, то разрешается завещание только в пределах третьей. И это мнение Мамышшаки, а также Ахмада. То есть смотрят полезные последствия, оценивают вот эти вот полезные последствия, потом смотрят. Во сколько отходятся эти полезные последствия относительно всего имущества? Если они превышают треть, то завещание сокращается лишь до третьей. Если треть не превышает, то полезное, то точнее завещание остается на своем месте, то есть на том, какое оно есть. Говорит Имам Малик, если человек оставил в качестве завещания прислуживание своего раба в течение года, и оно превышает треть имущества, то это прислуживание, если его оценить, оно превышает треть имущества, то говорит, что наследникам отдается право, хьяр, то есть выбор, между тем, чтобы отдать своего раба на прислуживание на год, или между тем, чтобы отдать треть имущества не рабом, а чем-либо другим. А что касается ханафитов и Абу-Саура, то они сказали, Если человек оставил прислуживание года в качестве завещания, то этот раб должен работать у этого человека, кому оставлено завещание один день, а у наследников два дня, то есть чтобы получалось треть, один день работают у них, а у него, точнее, два дня работают у наследников. Пока не пройдет относительно того, кто получил завещание, год, то есть все месяц, сколько пройдет лет? Три года получается. То есть смотри, раб, его прислуживание, прислуживание раба в течение года оставлено кому? Оставлено определенному человеку, допустим, соседу наследодателя. Ханафиты говорят, а также Абу-Саура, он должен работать один день у него, у вот этого соседа, а два дня у наследников работать, так как раб. Пока не пройдет у того, кто получил завещание, год, пока он не проработал, у него год. Как он проработал у него год, если он работает только один раз в три дня? Должно пройти три года. Когда пройдет три года, так и получится, что тот, кто получил завещание, как раз у него этот раб проработает в течение года. Говорит, Если же они захотят продать этого раба, то есть наследники, то они продают с этим условием, указывая покупателю на то, Что этот раб оставлен в качестве завещания, как прислуживающий какому-то и какому-то человеку. А большинство ученых ответили, что эти слова, то есть ни Мама Малика, ни Ханафитов не являются правильными. Но правильным является то, что этот раб отдается в качестве завещания прислуживать тому, кому завещание оставлено. И должен работать день за днем у него. То есть не так, что один день у них, два дня у тех. Нет, день за днем работает у него. И если он в рамках третье имущество. А если же он выходит за рамки третье имущество, тогда уменьшается срок прислуживания. Если, допустим, он будет работать год, и это будет больше, чем третье имущество, тогда сокращается до 10 месяцев, до 9 месяцев и тому подобное. Так же, как мы поступаем со всеми остальными завещаниями. Поэтому мнение Мама Ахмада, также Шафия, является более верным. То есть, в данном случае, мнение большинства. В итоге, что у нас получилось? Является ли действительным оставить в завещании полезные последствия предмета, а не сам предмет? Так что сам предмет останется наследником. Говорим, да, такое завещание является действительным. Но оно не должно выходить, то есть, вот эти полезные последствия не должны выходить за треть имущества наследодателя. Следующий вопрос. Кайфи, это Тахуим Альманхар. А как необходимо измерять эти полезные свойства предмета? То есть, на прошлом вопросе мы выяснили, что то, что человек может оставлять в качестве завещания полезные последствия предмета. То есть, дерево остается наследником, но его плоды остаются тому, кто получает завещание. Дом принадлежит наследникам, но пользоваться им может тот, кому оставлено завещание. Допустим, жить в этом доме год, или два года, или три года, или пять лет, или на постоянной основе, и тому подобное. Или раб принадлежит наследникам, но служить и прислуживать, и работать он должен тому, кто получает завещание, и тому подобное. И указали также в прошлом вопросе на то, что стоимость вот этого полезного последствия не должна превышать также треть имущества. Потому что если она превышает треть всего имущества, то это завещание будет недействительным. его необходимо будет сократить до того, чтобы оно вошло в треть имущества. Вот теперь важный вопрос, а как измерить вот это вот полезное свойство этого предмета? Павли Бнукудама Фильмогни говорит Бнукудама в своей книге Аль-Могни из Асаба Тагаза, если мы это выяснили, то есть выяснили то, что полезные последствия предмета могут быть отданы в качестве завещания без самого предмета, так что сам предмет остается у наследников, то если мы захотим измерить, какова ценность этого полезного последствия, этого предмета, то мы смотрим, здесь может быть, говорит, две ситуации. Либо полезное свойство этого предмета отдано тому, кто получает завещание на определенный какой-то срок, допустим, дом отдан ему в качестве пользования на 3 года или на 5 лет, либо этот предмет отдается ему на постоянное пользование, то есть пока он жив. Говорит так вот, Если, говорит, вот это вот полезное последствие предмета в качестве завещания отдана только лишь на какой-то определенный срок, То, говорит, первый шаг, который необходимо сделать, нужно посмотреть, сколько стоит вот этот вот предмет без полезного свойства. То есть, имеется в виду, если человек, если бы хозяева захотели продать вот этот вот, допустим, дом, полезное последствие которого, например, на 5 лет отдано тому, кто получает завещание, то почем они могли продать этот дом? То есть, допустим, этот дом сам по себе стоит 2 миллиона рублей. Но когда наследник захочет продать этот дом, то ему придется предупредить покупателя, что 5 лет ты этим домом пользоваться не сможешь, потому что там живет человек, которому полезные последствия этого дома оставлены по завещанию. До какого предела опустится цена, среднерывночная цена этого дома на рынке? То есть, покупатель, если был бы готов купить этот дом за 2 миллиона, если бы заезжал туда немедленно, тут же он бы купил его за 2 миллиона. Но когда он узнает то, что в этом доме другой человек будет проживать 5 лет, и я после того, как куплю дом, смогу жить в этом доме только через 5 лет, то, соответственно, цена у этого дома будет понижена. Так вот, необходимо узнать среднерывночную цену этого дома без полезного последствия в течение 5 лет. Например, так он стоит 2 миллиона, а без 5 лет его согласятся купить за 1 миллион 300 или за 1,5 миллиона и тому подобное. Сумма тукауа манманхаа петит кальмудда. А потом тариншалин. То есть, после того, как мы закрепили первую цифру, допустим, сказали, что этот дом стоит 1,5 миллиона на рынке, с учетом того, что 5 лет покупатель не сможет пользоваться этим домом. Так, теперь второй шаг, который предпринимаем. Смотрим, сколько, какова цена самого полезного последствия в течение этих 5 лет. То есть, смотрим, если этот дом, среднерыночная арендная плата его на рынке, например, 10 тысяч рублей в месяц. Смотрим, год, значит, этот дом будет стоить 120 тысяч рублей в месяц. То есть, человек мог бы, если бы сдавал его в аренду, мог бы взять с него 120 тысяч рублей в год. Так, за 5 лет сколько получается? 120 умножаем на 5, получается 600 тысяч рублей. Это вторая цифра, которую мы закрепили. Теперь смотрим все имущество человека. Допустим, человек оставил не только этот дом, оставил участки земли, оставил автомобили, оставил имущество, сами деньги какие-то и тому подобное. И смотрим. Все деньги, все имущество человека 5 миллионов рублей и плюс вот этот вот дом, цена которого мы установили в 1,5 миллиона рублей. 5 плюс 1,5, 6,5 миллионов рублей. Арендная плата 600 тысяч. 600 тысяч относительно 6,5 миллионов рублей. Или, допустим, относительно 6, пусть будет миллионов рублей. Просто для облегчения примера. Получается лишь десятая часть. То есть, не превышает третью часть и даже не доходит до нее. Соответственно, это является действительным и завещание вступает в силу. Если бы, если бы человек оставил только этот дом, то мы бы смотрели, какова его цена? Как мы сказали, 1,5 миллиона рублей с учетом вычета полезных последствий в течение 5 лет. Так, сколько сами полезные последствия в течение 5 лет занимают? Например, сказали 600 тысяч рублей. Смотрим, 600 тысяч рублей относительно 1,5 миллиона. Это уже больше трети, потому что 600 умножаем на 3, получается 1,8 миллиона. То есть, превышает 600 тысяч, в данном случае превышает, что? Общую сумму всего имущества человека, так как он не оставил ничего, кроме этого дома. Просто приведем для примера. Так, в этом случае мы уже не даем этому человеку пользоваться этим домом в течение 5 лет. Но уменьшаем до 500 тысяч, потому что третья часть от 1,5 миллиона, это сколько? 500 тысяч. И смотрим, сколько нужно прожить человеку в этом доме, чтобы его цена набралась на 500 тысяч. Смотрим, 10 тысяч это в месяц. То есть, ему можно пользоваться сколько? 50 месяцев. То есть, 4 года и 2 месяца. 4 года и 2 месяца он пользуется этим домом, и потом обязан покинуть этот дом, и этот дом переходит в полноправное владение кого? Наследников. Так что они уже сами будут пользоваться этим домом. Это первая ситуация. Значит, какая первая ситуация? Если полезные последствия, но отданы лишь на определенный срок. А если же этот дом и его пользование отданы человеку в качестве завещания на все время, на постоянное пользование, не только на определенный срок, не на 5 лет, не на 10, а пока тот живой, то в этом случае есть два мнения. Как измеряется полезное последствие этого дома, его ценность. Некоторые сказали, Необходимо измерить цену этого дома и все. То есть, почему? Потому что дерево без плодов, или раб без работы, или дом без возможности пользоваться им и жить в нем, обычно не стоит ничего. То есть, имеется в виду, если бы наследники захотели продать этот дом, этот дом принадлежит им. А тот, который получил завещание, пользуется лишь полезными последствиями от него. Так, если бы наследники захотели продать дом, почему бы они его продали? Первое мнение, то, что они продали его за 0 рублей 0 копеек. Почему? Потому что, если бы он пришел на рынок и сказал, покупай у меня дом, то, по чем? Допустим, 2 миллиона рублей. Но с условием, что в этом доме до конца жизни будет жить один человек. Никто этот дом не купит. Почему? Потому что он не нужен, так как никто не сможет пользоваться им. Соответственно, чтобы узнать цену полезного последствия, цену пользования этим домом, необходимо узнать цену самого дома в этом случае. Сколько стоит этот дом? 2 миллиона. Значит, пользование им пожизненное, то есть, постоянно пользование этим домом, тоже будет сколько? Будет 2 миллиона. И необходимо будет вот эту цифру 2 миллиона уже сравнивать со всем имуществом человека. Если человек оставил все его имущество равно 6 миллионам, 6 миллионам, или больше, тогда это завещание будет действительным. Если меньше, почему? Потому что 2 миллиона это треть от 6 миллионов. Если у него имущество оставленное меньше, как 5 миллионов, или 4 миллиона, и тому подобное, то это завещание будет уже каким? Будет уже недействительным. Говорит это первое мнение вопроса. Некоторые сказали, то есть сам дом, необходимо измерить его, без полезного последствия. Представим, что он сколько-то стоит. Вместо двух миллионов его на рынке можно продать, допустим, за 200 тысяч, с учетом того, что этот человек когда-либо умрет и выйдет из этого дома. И покупатель этого дома сможет все-таки воспользоваться этим домом когда-либо. Говорит, как будет это происходит? То есть измеряется полноценная цена раба. Если мы спросим, сколько стоит такой раб, скажем 100. Потом спрашиваешь, насколько он стоит без пользы. Если нам скажут 10, то получается, что полезное последствие этого раба 90. То же самое из дома. Сколько стоит этот дом? 2 миллиона. Продаю его с условием, что там будет жить этот человек, пока не умрет. Может быть проживет 10 лет, может проживет 30 лет, может проживет 50 лет, может проживет 40 лет. Одному Аллаху спам Алтана лучше известно. Покупайте у меня этот дом. Кто купит у него этот дом? Представим, что какой-то человек согласился на покупку этого дома. Надеясь на то, что человек долго не проживет, скончается выйти из дома и он зайдет в этот дом. Сколько? О чем ты готов у меня купить этот дом? Например, говорит, за 200 тысяч рублей вместо двух миллионов. Исходя из этого, получается, что этот дом без пользы равен 200 тысячам рублей. А с пользой он равен 2 миллионам рублей. Значит, полезное последствие его 1 миллион 800. И уже будем измерять 1 миллион 800, а не 2 миллиона относительно всего имущества. И это уже, брат, возвращается к чему? Возвращается к практике. То есть, если реально продать такой дом, продать такой дом с условием, что человек будет пользоваться им постоянно, пока не скончается, то это необходимо измерять по второму мнению. Если же нам скажут, что такой дом никто не купит даже за копейку, то есть не возьмет даже, грубо говоря, за мельчайшую сумму, тогда получается то, что необходимо измерять весь этот дом, всю его цель, исходя по первому методу. Говорит, если тот, который получил полезные последствия этого дома, получил возможность пользоваться этим домом в течение, допустим, 5 лет или в течение, допустим, 3 лет и тому подобное, захочет сдать этот дом в аренду на тот трок, который ему выделен по завещанию. Дом или раба, или дерева и тому подобное. Говорит Джаза, это является разрешенным. Это мнение Мама Шафи, а также Ахмада. Что у нас происходит? Я получатель этого дома по завещанию. В том смысле, что получаю право пользоваться этим домом в течение 5 лет. Я не хочу пользоваться этим домом, не хочу в нем жить, так как у меня есть свой дом. Могу ли я этот дом сдать кому-то в аренду на эти 5 лет, которые мне отданы по праву по завещанию? Первое мнение говорит, да. Ты можешь отдать этот дом в качестве аренды кому-либо. Говорит Абу Ханифа, это второе мнение в вопросе, то, что нет, человек не может сдать этот дом в аренду. Почему? Потому что, говорит, завещатель, то есть тот, который оставил этот дом в качестве завещания тебе, отдал его именно тебе, чтобы пользовался им именно ты. И дал тебе право только на пользование, а не на то, чтобы ты сдавал его в аренду и так далее. Говорит, но большинство ученых ответили Абу Ханифа на это тем, что человек имеет полезные последствия этого предмета в полном владении. Владеет этими полезными последствиями в полном владении, соответственно, может что сделать? Делать этим, с этим что угодно. Либо пользоваться этим самым, либо отдать кому-то другому за плату и тому подобное. То есть это мнение действительно является наиболее верным. Но с каким ограничением? То, что если человек сдает этот дом в аренду кому-то постороннему, то этот посторонний по гряду не должен быть хуже, чем сам вот этот вот человек. Почему? Потому что этот дом не принадлежит тебе, а принадлежит наследнику. Соответственно, наследники как будто бы сдали тебе его в аренду. И этот вопрос возвращается к чему? Вопрос, который мы разбирали ранее в главе о аренде. Может ли человек пересдать в аренду то, что сам снимает в аренду? То, что сам снимает в качестве арендатора? Мы говорим, он может это сделать. Более того, он может это сделать даже по более высокой цене, чем сам снимает. Но в условиях, чтобы тот, кому он сдавал, был равен ему во вреде. То есть чтобы он не был хуже него по гряду. Чтобы он не зашел и не разбил эту квартиру, не сломал ее, допустим, двери или стекла и тому подобное. Чтобы не запачкал серьезным образом стены, допустим, маслом, если это на кухне и тому подобное. То есть чтобы он во вредности был не хуже, либо меньше, либо равен этому получать его завещание. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Говорит, кто должен тратить на содержание раба или животного, которое оставлено в качестве завещания, но не весь раб и не само животное оставлено в качестве завещания, а только полезные последствия от него. То есть раба оставили в качестве завещания, то есть то, что он будет прислуживать, допустим, год или три года. Но сам раб принадлежит кому? Наследникам. Кто должен кормить и поить и содержать этого раба? Говорит, минахли лаилми мантаал амнафкату алямаликар ракаба. Первое мнение в этом вопросе, это мнение некоторых ученых, которые сказали, что плата производится наследниками, то есть теми, кто владеет этим рабом и этим животным. Кулахуру джимааминам ханабили, это целая группа ханбалитов и мнение Абу-Саура. Кулахуру джимааминам ханабили, это более правильное мнение у шафиитов, то есть имеется в виду более распространенное, точнее, мнение у шафиитов. Скали, почему? Скали, потому что этот раб является их владением. А значит, раз он является их владением, они должны на него тратить и его содержать. Как если бы этот раб был у них и не мог бы приносить пользу. Допустим, если у тебя есть раб, работал на тебя, тебе польза потом состарился, или заболел, или стал парализованным. Ты его обязан все равно кормить или нет, говорят? Все равно обязан кормить, поить, одевать и тому подобное, даже если он тебе уже никакую пользу не приносит. То же самое говорят здесь. То же самое говорят здесь. То есть должны наследники его кормить и поить, несмотря на то, что пользу он приносит другому человеку. Приносит пользу, но не им, другому человеку, подобно парализованному рабу. Говорит, А другое мнение в этом вопросе, это мнение некоторых шафиитов, некоторых ханбалитов и ханафитов. То, что тратить на него, должен тот, кому оставлен этот раб в качестве завещания. Почему? Потому что он пользуется его полезными плодами, его полезными последствиями. Ибн Кудама тоже выбрал это мнение и сказал, И это является наиболее верным мнением в этом вопросе, иншаллах. Говорит, потому что он владеет полезными последствиями этого раба или этого животного на постоянной основе. Поэтому он обязан его содержать, так же, как муж обязан содержать свою жену. А также потому, что именно он пользуется полезными последствиями этого раба, а значит и бог. То есть и вред от этого раба должен переносить сам. То есть его содержание это польза для человека или вред. Вред для него. Польза от него это польза, а содержать его это уже вред. Говорит, Тот, кто получает пользу, должен нести вред на себе. Как тот, который пользуется рабом, как бы владеет и пользой раба, и самим рабом. Говорит, потому что если мы скажем, что обеспечивать его и содержать этого раба должны наследники, то это будет им абсолютным, стопроцентным вредом. Потому что они никакой пользы от него не имеют, и только что тратят на него и содержат его. И говорит, что получится смысл этого наследства, а точнее завещания какой? То, что человек, как бы оставляя завещание, говорит, я оставляю тебе пользу от моего раба, а моим наследникам бред от моего раба. Или если он скажет, я оставляю этого завещания, этого раба в качестве завещания, то есть самого раба одному человеку, а пользу от него другому человеку. Получается, как бы завещание какое? Я оставляю этому пользу, а этому вред. В качестве завещания. В качестве завещания вред можно оставлять или нет? В качестве завещания нельзя оставлять вред. Говорит, что в шариате установлено то, что харач, то есть пользу от какого-то предмета берет тот, который несет ответственность за этот предмет. Для того, чтобы вред был на том, кто получает от этого предмета пользу. И здесь говорит, если кто-то нам скажет, но ведь, например, если человек сдает дом, и этим домом пользуется, кто? Арендодатель. Все равно арендодатель обеспечивает этот дом. Кто обеспечивает содержание этого дома? Арендодатель. Говорит одну кудама, это не является верным в том смысле, что неправильно, то есть неправильная аналогия в данном случае. То есть арендодатель, брат, хоть он и обеспечивает дом, а полезными последствиями пользуется арендатор, но арендодатель за это деньги получает, правильно или нет? То есть он как бы полезные последствия обменял на деньги. А здесь говорят, наследники вообще ничего не имеют с этого раба. То есть этот раб полностью приносит пользу другому человеку, и за это они никаких денег и ничего не получают. Поэтому это разные вещи. Говорит, а некоторые сказали, то что нафака, то есть содержание раба, вложится на самого раба. То есть раб должен сам себя обеспечивать, зарабатывать себе на жизнь, и сам себя обеспечить едой, питьем, одеждой, лечением и тому подобное. И это уже возвращается опять-таки на кого? На того, кто пользуется этим рабом, то есть на того, кому оставлено завещание. Почему говорит? Потому что тот, кому оставлено завещание, владеет вот этим заработком этого раба. Правильно или нет? То есть смотри, раб оставлен в каком свойстве? То есть раб сам принадлежит наследникам, но полезные последствия принадлежат тому, кому оставлено завещание. Одно из полезных последствий что? Заработок этого раба. То есть здесь уже получается, если мы скажем, раб должен сам себя обеспечивать, получается, что его обеспечивает тот, кто владеет им по завещанию. То есть кто владеет пользой от него по завещанию, потому что он мог бы этот заработок себе забрать. Но получается, он себе его не забирает, а раб забирает его себе для того, чтобы себя самого кормить, пить. То есть в итоге получается то, что кто его кормит и поит? Тот, который пользуется полезными последствиями этого раба по завещанию. Видишь? Говорит. Поэтому это становится подобным тому, как если бы тот, кто получил завещание, сам из своего кармана на него тратил. Потому что эти деньги должны перейти в его карман. Но вместо того, чтобы переходить в его карман, тратится на содержание этого раба. То, что посчитал правильным Ибнукадам в этом вопросе, является действительно верным. И действительно так и принято среди людей. Среди людей так и принято. То, что если человек пользуется полезными свойствами предмета, то он содержит его. Он содержит его. Если пользуется этими полезными последствиями бесплатно. Не в качестве аренды, а именно бесплатно, то он должен его содержать. Почему? Потому что иначе получится, что наследникам переходит весь вред от этого раба. То есть они должны его заряжать, поить, кормить и так далее. А этому человеку, которому оставлено завещание, переходит вся польза. А это, говорит, не является законным шариатом. То есть кто получает пользу, тот должен переносить на себе вред. Далее. Следующий вопрос. Теперь следующий вопрос. Как поступать, если в качестве завещания оставлены полезные последствия раба, или дома, или дерева, или животного и тому подобное. А сам дом, само животное, сам раб или само дерево принадлежит кому? Принадлежат наследникам. И наследники решили продать это дерево, или этот дом, или этот автомобиль, или это животное, или этого раба. Могут ли они его продать, или не могут его продать? Говорит, если наследники освободят этого раба на свободу, то он считается освобожденным. Но все равно этот раб должен работать на того, кому его полезные последствия оставлены в качестве завещания. И при этом, то есть раб не возвращается к тому, кто его освободил, относительно чего-либо. Не говорит, раз вы меня освободили, все, вы меня освободите от этого завещания, от этого труда, чтобы я на него больше не работал. Нет, говорит, мы владеем только тобой, мы освободили тебя на свободу, ты стал свободным. Но превратился как бы в наемного рабочего, у этого человека. Потому что так ты был оставлен в качестве завещания. А если же его захочет освободить, сам вот этот, кому оставлено завещание, не сможет его освободить. Потому что освобождение касается самого раба, а самим рабом он не владеет. Правильно или нет? Кем он владеет только? Он владеет только полезными последствиями этого раба. Теперь другая ситуация. А если тот, чьи полезные последствия, то есть, а если тот, кому оставлены полезные последствия раба в качестве завещания, решит простить этого раба и скажет, ладно, хорошо, все, иди больше, на меня можешь не работать, можешь мне никакие полезные последствия не приносить. То этот раб возвращается кому? Раб, как бы полностью становится владением наследников. И наследники могут пользоваться не только тем, что они владеют самим рабом, но и его полезными свойствами. Ляннамалуги, ляннамаюгабу, лилат, якунули саиди. Почему? Потому что все, что дарится рабу, автоматически переходит в хозяину этого раба. Вот этот вопрос понятен или нет? Еще раз, посмотри. Давай подведем предварительный итог. Раб, что за раб теперь у нас получился? Оставлен в качестве завещания. Сам раб в качестве завещания полностью не оставлен, а оставлены только его полезные последствия. То есть раб принадлежит наследникам, а его полезные последствия принадлежат тому, кто получил эти последствия в качестве завещания. Так, допустим, соседу наследодателя. Наследодатель, когда умирал, говорит, этот раб моих наследников, моим наследникам принял. Но полезные последствия моему соседу должны работать на моего соседа. Теперь эти наследники решили освободить этого раба на свободу. Могут ли освободить? Говорим, могут, потому что они владеют этим рабом. этот раб и освободили его на свободу. Он стал свободным человеком. Имеет ли право он уйти от того, кто получил завещание и больше на него не работать и не приносить тому пользу? Не имеет права, потому что по завещанию он должен на него работать и время не ограничено. Но в данном случае он уже работает у него как наемный рабочий. Он уже не раб, он уже свободный человек. Он может идти на джума, он может идти на джема, он может и тому подобное. Понятно? Нет, он уже не должен спрашивать разрешение, потому что он не раб уже больше. Теперь другой вопрос. Если Вот этот вот, который получил полезные последствия этого раба по завещанию. Если откажется от этих полезных последствий, раб к нему придет в один из дней и скажет, все, больше можешь ко мне не приходить и больше на меня не работать. Такое разрешено или нет? Им тоже разрешено. Потому что этот человек, который освободил этого раба от труда, владеет этим трудом и может его от него освободить. Но, говорит, раб, означает ли, что возвращается к своим хозяевам и говорит, что я не работаю ни на кого? Нет, говорит. Теперь он должен работать на кого? На хозяев, потому что у этих хозяев раб. Так кто-то, если скажет, но он же, как бы его вот эти полезные последствия принадлежали тому, кто получил их по завещанию и теперь он сам от них отказался и хозяева не должны пользоваться этим рабом. Почему? Потому что, как бы, это польза них. Польза кому принадлежит? Тому, кто получил ее по завещанию. Соответственно, по какому праву они могут пользоваться этими полезными последствиями раба? Брат, когда мы говорим раба, не нужно воспринимать только раба. Животное, автомобиль, дом, то же самое, дерево, то же самое. Все эти примеры сюда подходят. Говорим, нет, он все равно должен работать на хозяев. Почему? Потому что здесь вот этот вот, который получил его по завещанию, когда простил этот труд и эту работу этому рабу, как бы, получается, подарил его кому? Вот этим хозяевам. Потому что все, что подарено самому рабу, автоматически переходит к хозяеву. Правильно или нет? То есть, если бы вот этот вот человек подарил ему, допустим, что-либо в качестве подарка, подарил бы этому рабу что-нибудь в качестве подарка. Кому принадлежал бы этот подарок? Хозяевам этого раба. То же самое здесь. Труд и работа этого раба становятся принадлежащими хозяевам. Дальше. А если, говорит, вот этот вот, который получил полезные последствия этого раба по завещанию, захочет освободить раба, может ли он освободить вообще раба на свободу? Не может. Почему? Потому что самим рабом он не владеет, а владеет только его полезными последствиями. Дальше говорит А если же наследники захотят этого раба продать Могут ли они его продать? Тоже могут продать Но продают покупателю И покупателю объясняют Что этот раб работает на другого человека На тебя он работать не будет И покупатель встает на место наследника В том что за него И в том что против него относительно этого раба То есть ему предупреждаются Мы тебе этого раба продаем Но знай что этот раб бесполезный То есть он не приносит тебе пользу Он работать будет постоянно на такого-то человека Потому что так пришло завещание Кто-то может сказать А зачем тогда этот раб нужен? Кто его тогда вообще купит? Говорит могут купить для того чтобы освободить Человек может купить этого раба Потом его освободит И этим самым заимеет право на что? Заимеет право на наследство от этого раба Если у этого раба появится наследство То этот человек будет иметь право на наследство по освобождению Как мы это брали в главах о наследстве Говорит Говорит Ибн Кудама, потому что этот раб является рабом, которого можно оставить по завещанию, а значит его можно продать, так же как и другие предметы. Потому что возможно его освободить после покупки и этим самым завладеть правом на наследство от этого раба бывшего. А так же на наследство от его внуков, от его сыновей, от его правнуков. Говорит Ибн Кудама, в отличие от насекомых. Как это понять? При чем здесь насекомые? Кто-то может сказать, при чем здесь вообще насекомые? Отвечаем на это в следующем. Потому что можно ли насекомых продавать? Насекомых продавать нельзя. Почему? Разбирали это в самом начале китабу-бую. Потому что от насекомых нет пользы. И мы брали правило. Все, от чего нет пользы, его нельзя продавать. Все, от чего пользы разрешенной нет, нельзя продавать. Как, например, насекомые. Теперь кто-то пришел к Ибн Кудаме и сказал, как можно продавать этого раба, если он подобен насекомому. То он слышит, что от него никакой пользы нет. Какая польза? Я куплю этого раба, но он будет работать всю жизнь на такого-то человека. Ибн Кудама говорит, нет. Раб отличается от насекомого тем, что его можно освободить. Если человек, купивший его, освободит его на свободу, то он начинает владеть правом на наследство от этого раба бывшего. А также не только от него. Кто-то опять может сказать, ну хорошо, какое у него наследство? Он всю жизнь будет работать на этого человека, которому оставлено завещание. Правильно или нет? И никакого наследства не получит. Не заработает. Потому что не сможет зарабатывать как отдельно для себя. Мы говорим, хорошо, но у него может родиться сын, у него могут появиться внуки и тому подобное. Тот, который освободил раба, имеет право на наследство от сына также или нет? От сына этого бывшего раба имеет? От внука имеет право получить наследство этого бывшего раба? Имеет тоже и тому подобное. Поэтому сын уже не оставлен по завещанию. Правильно ли нет? Сын будет свободен, будет работать. Может миллионером станет. В итоге оставит завещание. Большой человек заберет себе это завещание. Поэтому как бы определенная потенциальная польза от покупки этого раба есть. Понятное дело, что редко кто такое будет делать, но вообще потенциальная польза от этого есть. Видишь, шейх Мухаммад ибн Хизам говорит, ибн Кудама сказал это, опровергая тех, которые сравнили данного раба с насекомыми, и сказали, как от этих, так и от этих. Никакой пользы нет, соответственно, нельзя его продавать. Говорит, ну куда бы нет, данный раб не подобен кому-то насекомому. А что касается дома, допустим, если дом оставлен так же, как раб, дом принадлежит наследникам, а польза от него принадлежит кому? Принадлежит тому, кому оставлено это по завещанию. Могут ли наследники продать этот дом? Мы говорим, тоже могут продать этот дом. Но кто-нибудь купит этот дом или нет? Этот дом никто не купит. Почему? Потому что от него уже никакой пользы нет. То есть от него ни наследства в итоге не получишь, ничего, Тебе не рад. Дом, автомобиль, животное, дерево. Кому нужно дерево, от которого ты не сможешь получить никакую пользу, то есть не сможешь получить плоды и тому подобное. Кому нужен дом, в который ты не сможешь заехать и в нем жить. Поэтому ни один покупатель не согласится на такую куплю-продажу. Поэтому все, что могут наследники на данный момент сделать, это продать этот дом самому тому человеку, которому полезные последствия этого дома оставлены по завещанию. Вот ему уже может быть выгодно купить этот дом, для того, чтобы потом продать его подороже и тому подобное действие с ним совершать. Следующий вопрос. Говорит, подавляющее большинство ученых считает, что в этом случае они делят наследство, то есть тем, кому оставлено завещание, точнее, понижается доля каждого из них в равной мере. То есть представим, смотри, каждому человеку оставил по 150 тысяч. Троим. Всего в месяц сколько получается? 450. Всего наследства сколько мы сказали? 900. Всего имущества после покойного 900 тысяч. Мы сказали, что завещание не должно переходить за треть. То есть треть от 900 это сколько? 300 тысяч. А в завещании оставлено сколько? По 150, по 150, по 150? 450. То есть 150 тысяч лишних. Вот эти вот 150 тысяч лишних, что с ними делать? Нужно вот эти вот 150 тысяч лишних убавить от троих, от каждого по поруму в данном случае. 150 делим на 3, 50 тысяч. То есть у каждого отнимаем по 50. Вместо 150 каждый получит по 100 тысяч. 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч. В итоге у всех получится сколько? 300 тысяч. Это подавляюще большинство ученых говорят, так нужно делать. Кулион бихадри маус и яля, при этом говорит, у каждого унижается или понижается его доля настолько, какова его доля, оставленная в завещании. То есть, если одному оставили, допустим, не 150, а оставили, например, 350, а вторым остальным по 50, по 50. Одному оставили 350, второму 50, третьему 50. В итоге опять получается, сколько? 450. Здесь уже не будем так делать, что у каждого отнимаем по 50, потому что получится, что первый получит 300 тысяч, а второй не получит ничего. То есть, у каждого по 50 отнимется, не останется ничего. Так, тогда как в этом случае поступать? В этом случае поступается следующим образом. Так, какой можно привести пример, если человек не оставил каждому форуму, то есть первый пример у нас какой был? Первый пример, человек оставил завещание троим, каждому по 100, по 100, по 100, допустим, так мы сказали. Или точнее по 150, по 150, по 150. А теперь другой пример приведем, когда наследодатель оставил завещание разным людям по-разному. Возьмем этих же самых троих людей. Первому он оставил 300, второму он оставил 100, третьему он оставил тоже 100. Как в этом случае убавить долю каждого из этих завещателей, чтобы в итоге они не вышли за третье имущество? И чтобы было все справедливо. Здесь делаем следующим образом. То есть здесь целая группа математических расчетов. Во-первых, делаем так. 300 плюс 100 плюс 100 это сколько? Смотрим, 500. Говорим, 500 это больше, чем третье имущество. Потому что все имущество 900. А третье имущество от 900 это сколько? 300. То есть получается 500 больше, чем 300. Получается этим троим человек оставил больше, чем треть завещания. Как мы сказали, необходимо вернуть их в треть, чтобы их завещание не превышало 300. На данный момент у них 500. Мы должны сделать так, чтобы у них это завещание не превышало 300. Как это сделать? Делаем следующим образом. Берем самую минимальную долю того, кто получает минимальное завещание. Сколько у нас сказали? 100. У нас же 300, 100, 100. Берем самое минимальное. Минимальное здесь 100. Смотрим, каково его соотношение ко всему имуществу, которое оставлено в завещании. То есть 500, 100 это какая доля? 500 делим на 100, пятая доля. Это первый шаг, который нужно сделать. Пятая доля. То есть получается, что минимальный человек, который получил по завещанию, получил пятую долю всего завещания. Пятую долю всего завещания. Дальше что делаем? Теперь от 500 отнимаем 300. То есть все завещанное имущество 500. Отнимаем от того, каким оно должно быть. 300. 500 отнимаем 300, получается 200. Получается 200. Теперь 200 делим на эту долю. 200 делим на пятую долю. 200 делим на 5, получается сколько? 40. Вот это вот 40, это будет как бы наименьшее знаменательное, которое мы будем использовать. 40. Теперь берем долю первого человека. Доля первого человека сколько? 300. 300 делим на меньшую долю, которая есть в завещании, то есть на сотню. 300 делим на 100, будет 3. Потом 3 умножаем на вот эту, 40 получившиеся, получается сколько? 120. 120. 300 минус 120, получается сколько? 180. То есть в итоге вместо 300 первый человек получит 180. Теперь второго берем. Его доля сколько? 100. Делим на минимальную долю, тоже которая 100. 100 делим на 101. Потом вот эту отмерку умножаем на 40, получается 40. 100 минус 40, 60. Второй получит 60. Третий тоже самое. 100 на 101, 1 на 40, 40. 100 минус 40, 60. В итоге получается сколько получили в наследство люди. И вместо того, что получить 300, 100 и 100, и тем самым выйти за треть имущества, получили сколько? Получили 180, 60, 60. 180 плюс 60, 240 плюс 60, 300. Все, они вошли во сколько? Вошли в треть. Понятно или нет? Не вышли за треть. Вот такими вот математическими расчетами необходимо посчитать в данном случае. Если кто-то не понял, может переслушать и записать, то есть останавливая запись, записать все эти математические расчеты. Далее. Говорит. Почему мы вот так делаем? Каждому из троих вот этих вот получателей завещания, в нашем примере, мы убавляем долю, чтобы они не вышли за треть. Потому что, говорит, каждый из них заслуживает этого завещания одинаково. Потому что он стал владельцем завещания по факту смерти кого? Наследодателя. Соответственно, они равны правах. Поэтому, говорит, неправильно. Одному отдавать предпочтение на другими, а других принижать. Допустим, унижать долю одних, а их долю не принижать. Нет, говорит, надо принизить долю всех. Одинаково, по справедливости, чтобы в итоге, что получилось? Чтобы в итоге они все зашли в треть, не выходили за нее. У Акады Ибн Хазмы есть второе мнение в этом вопросе, это мнение Ибн Хазмы, который сказал, нужно начинать с первого, как второму и так далее. То есть, допустим, берем завещание, там в списке написано. Триста такому-то, сто такому-то, сто такому-то. Говорит, начинаем с первого. Отдаем ему триста. Смотрим, что-то остается из третьего или нет. Нет, значит, второй-третий отпадает, вообще не получает ничего. То есть, надо смотреть, говорит, по списку. Говорит Ибн Хазм. Фоман-усы-я-даву, ау-валан-урты-я. Сон-мэ-сад, не видишь? Говорит, кому, кто в списке находится первым, отдает его долю полностью. Потом, если что-то осталось, второму его долю полностью. Хат-ки-эст-эк-мен-ас-выц. И пока не дойдет до чего? До третьей. Да, об этом не шалла понятно. Значит, если у нас в списке первый стоит, кому отдана сто, второй, кому отдана триста, третий, кому отдана сто. Как мы можем поступать, по мнению Ибн Хазма? Первому отдадим сто полностью, второму вместо трехсот уже отдадим только двести, чтобы вместе с первым они остались в третьей, то есть в трехстах. И третий вообще не получит ничего. Говорит, шахмат и нахизан. И это мнение не является правильным. То есть, мнение Ибн Хазма правильным не является, из-за той аргументации, которую мы назвали ранее, или озвучили ранее. Почему? Потому что все они одинаково имеют права на это завещание. Почему? Потому что каждый из них владеет этим завещанием по факту смерти наследодателя. А смерть у наследодателя одна. Каждому отдельно он не умирал. Правильно, он умер один раз, и каждому его завещание перешло единожды одновременно вместе с другими. Дальше. Говорит, и ученые равногласили в вопросе, если среди вот этих вот завещаний, одно из завещаний представляет собой освобождение раба. Можем ли мы сказать, что мы сначала предпочитаем освобождение раба, а потом уже отдачу остальных завещаний. Или раб идет по очереди так же, как все остальные. Некоторые из ученых сказали, нет, надо сначала предпочесть освобождение раба, а потом уже остальные завещания раздавать. Это мнение Шурайха, Масруха, Катады, Зухри, Имама Малик, Имама Ахмада в одном из реветов от него, Суфьяна, Зухри, Исхака, Имама Шафии в одном из реветов от него, Лярнала, Аззаваджэль, Хасса, Аля лейтк, сказали, потому что Всевышний Аллах побуждает к освобождению рабов. Поэтому его необходимо предпочесть, потому что его желательность более усилена, чем все остальное. И второе мнение в этом вопросе, что освобождение раба не предпочитается, но освобождение раба так же, что рассматривается с другими завещаниями на одинаковых правах, чтобы все это не вышло за треть. Это мнение Идну Сирина, Атаж Шаби, Атаж Абул Саури, Имама Ахмада в другом реветов от него, Имама Шафии в другом мнении от него, Лярнум тасаву фисабабили стихкат, фатасаву фи касаибил вусая, ваданхурд атрабаллава. Сказали, потому что этот раб такой же, как и все остальные завещания, в одинаковых правах. Как мы такую же аргументацию приводили в первом подвопросе. То же самое сказали здесь. Свобождение раба, передача в качестве завещания денег, в качестве завещания участка, допустим, все это является чем? Все это является одинаковым правом. Поэтому одно не должно предпочитаться перед другим. И вот это второе мнение здесь является наиболее верным. Значит, подведем итог. Если человек оставил завещание, оставил несколько завещаний. Если все эти завещания собрать, то они выходят за треть. Как в этом случае поступать? В этом случае мы говорим, каждому из тех, кто получает отдельные завещания, уменьшается его доля. Так, чтобы все вместе в итоге оказалось в третье и не выходило за третье. И если среди завещаний есть освобождение раба, мы говорим о освобождении раба, не отличается от других завещаний в этом смысле. И к нему тоже подходит, что подходит унижение. То есть унижение определенных прав. Это, иншаллах, понятно, далее. И последний вопрос на сегодня. Идайкана Финмулсла Адагум Радио. Таджяву Азавослыят Ушулит Монфарида. Говорит опять. Такой же вопрос, как прошлый. Человек оставил нескольким людям завещания, нескольким людям отдельные завещания. Так что все эти завещания превышают треть. При том, что один из тех, кому оставлено завещание, его доля одного уже превышает треть. То есть, допустим, одному оставил 350, второму оставил 50, третьему оставил 50. В итоге сколько получается? 450. В итоге получается, если все наследство 900, что оставлено половина наследства. При том, что первому оставлено 350. То есть, одному ему уже оставлено больше треть. Как в этом случае поступали? Говорит назовучим Ур-Ан-Умия-Таха-Ас-Лау-Ва-Ю-А-Та-Би-Кадри-Ма-У-Сэ-Я-Да-Ва-И-Та-Жа-А-А-С-У-Лиз. Первое мнение, это мнение большинства ученых. Говорят, нужно поступать так же, как в прошлом вопросе. Опять необходимо уменьшать долю каждого, кто получает завещание. В том числе того, чья доля выходит за треть. Чья доля выходит за треть в полном объеме. То есть его не унижают изначально до 300, а потом уже уменьшают. Нет, его так и оставляют на 350, а потом уже уменьшают. Говорит, лят-ну-фав-А-Би-Ли-Ва-Сэ-Я-Би-За-Ли-Кадрады, потому что тот, который оставлял завещание, хотел предпочесть его над другими. Хотел дать ему больше, чем другим. Поэтому мы не можем не по праву уменьшить его изначально до трех, а потом уже рассматривать, как будто бы ему завещание было оставлено 300. Это, брат, придется второе мнение. Привенция второго мнения, привенция первого мнения, как говорят, брат. У этого 350, у этого 50, у этого 50. Мы считаем. Все вместе 450. Как мы считали в прошлом вопросе. Так, уменьшаем от каждого. У этого от 350 уменьшаем, от этого от 50 уменьшаем, от этого от 50 уменьшаем. А при вернемся к второму мнению, что говорят? Нет, говорят. Первого сначала уменьшаем изначально до 300, не даем им 350. Потому что его право изначально какое? Недействительное на 350. Поэтому говорят, мы его уменьшаем до 300. Остальных так и оставляем на 50, 50, 50. А потом уже считаем 300 плюс 50 плюс 50, 400. Как будто бы все завещание не 450, а 400. И потом уже исходя из этой цифры считаем. Понятно второе мнение в вопросе. Кто придерживался первого мнения? Говорит, Фаадубер от Тильхальмуфалдара Минасулес. Поэтому сказали, раз, завещатель оставил первому 350, а вторым по 50. То есть он как бы этим самым завещанием хотел возвеличить этого первого в 7 раз больше, чем тех. Наказать ему почет и уважение в 7 раз больше, чем тех. Поэтому мы не имеем права без согласия завещателя унижать его с 350 до 300 изначально. Но должны оставить его на 350, а потом уже уменьшать от цифры какой именно 350, а не от 300. Говорит, Так же, как мы читали в прошлом вопросе и принимали во внимание то, что все они на троих превышают треть наследства, здесь мы тоже должны принять во внимание то, что один из них, его доля превышает треть наследства. Дальше говорит, И второе мнение в этом вопросе, это мнение Абу Саура, Атаджи Ибн Музера, Атаджи Абу Ханифы, которые сказали, Как мы объяснили, то, что первому изначально унижается до треть, с 350 до 300. Сказали, потому что то, что превышает треть, является недействительным. Как же, говорит, мы можем это брать во внимание. У Атаджи Абу Халиль, говорит, и это мнение близко. Но более правильное мнение, мнение кого? Мнение большинства. Более правильное мнение в этом вопросе, мнение большинства ученых. То, что мы не унижаем первого человека с 350 до 300, но считаем его так, как он есть. Почему? Потому что если мы возьмем аргументацию второго мнения, и они говорят то, что он уже вышел за треть, и это уже недействительно, мы говорим так же и все остальные. То есть все вместе в совокупности вышли за треть, и они все вместе являются недействительными, получается. Понятно или нет? Неправильно сказать, что только первый. Его завещание действительно, а во-вторых у всех действительно. Потому что хоть и у второго только 50, но в совокупности со всеми он тоже вышел за что? За право, за треть. Это, иншаллах, тоже понятно. И, иншаллах, остальные вопросы будем рассматривать на следующих уроках. Субханакаллаху и обхамдик. Субханакаллаху и обхамдик. Субханакаллаху и обхамдик. Продолжение следует...